Во-первых, они не горели на солнце. Нет, они просто исчезались. В тот момент, когда он пикирует вниз на тебя его ударить, это разные размеры. Точно так же, как у слезняков. Всем пламя! Ну привет, с вами снова Александр, более известный. Как Герон, я сегодня буду рассказывать секретные факты о фантомах. Вот, например, ты знал, что фантомы изначально должны были появляться в краю, а не об окне? Нет? Не знал? Точно? А почему? Ну так вот, давайте так. С вас лайки, с меня секреты и тайны про фантомов. Фантомов. Сегодня целых 10 тайн о фантомах. У меня получилось, правда, я насчитал 15. Но давайте для ровного числа сделаем вид, что их было 10. Ага. Так, ты уже поставил? Ой, спасибо, мальчик. Ой, спасибо тебе, девочка. Фантомы тебе благодарят. Где фантомы? Сейчас будет много фантомов, и они все тебе начнут благодарить. Погнали, ребятки. Также не забывайте написать в комментариях слово «продолжение», чтобы это продолжение было. Ну и не забывайте рассказывать друзьям, чтобы... Чтобы, короче, рассказывать друзьям. Угу. Поехали. Факт, ребятки. Изначально в самых ранних снэпшотах версии Minecraft 1.13 фантомы выглядели абсолютно по-другому. Во-первых, они не грели на солнце. Нет, они просто исчезались. Безо всякой анимации. Просто начинается день, они пуф и нету. У них было очень странное поведение, напоминающее полет летающей лопаты. Почему бы нет? Следующий факт это в том, что изначально фантомы... Из них выпадала исключительно кожа. Иди ко мне к папочке. Иди сюда. Есть. И именно эта кожа использовалась в то время для того, чтобы чинить элитру, а не мембрану, как сейчас. Это довольно занятно. Более того, вас ждет совершенно удивительный сюрприз. Сейчас в одной из снэпшотов на версию 1.13, которую я так и не нашел, они даже летали в краю по неизвестной причине. И вели себя вот точно так же, как летающие лопаты. Сохранились только скейншоты с тех замечательных времен. Ну а теперь просто сравните с ТПМ, с какими они красавцами стали. Здесь вас ждет еще удивительный факт. Вообще-то у них бывают разные размеры. Точно так же, как у слезняков. Так что иногда могут засыпать. Видишь? Вот этот поменьше, вот этот побольше. Они все разные по размеру. Ну тут, как сказать, диапазон размеров у них не такой большой, как у слаймов. Поэтому-то разницу не всегда заметишь. Но иногда появляются просто монструозные гиганты. Слушай, а вот этот неплохой чувак. Классно. Классно, клево, интересно. HeroinShop.ru Это возможность дешево купить Майнкрафт, а так же скидки, бонусы, акции и отличные гарантии в одном месте. Все ссылки в описании. Забавный факт, но изначально, ребята, этот монстр это результат голосования на одном специальном стриме Моджангов. Моджанги изначально создали и разработали концепцию четырех монстров. Первый это был летающий зверь, который появляется, когда у вас бессонница. На самом деле, этих самых фантомов вы можете получить только тогда, когда вы не спите много дней подряд. И тогда они начинают спауниться в мире. Это забавно. Так вот, на этом, соответственно, голосовании было четыре монстра. Первый из них это летающие твари. Второй очередной вариант эфритов. Третий какая-то неведомая хрень, которая живет в Зе Энде. Четвертый какой-то маленький зверек зубастый, который должен быть в пустыне. Естественно, народ выбрал вот этого чувака, потому что он самый харизматичный. И обратите внимание, что изначально у них текстурки были простые, как лопаты. Они очень были похожи на эндерменов. А теперь у них есть свои собственные крылья, вот такие зубчатые. Здесь у нас сейчас все эти фантомы относятся к классу монстров андит. То есть, если в них кидать зелье урона, они не будут получать урона. Потому что нежить не получает урона от этих зелек. Ну-ка, давай попробуем. Да, никакого урона. Им хоть бы хрен. Но они будут получать урон от зелия лечения. Правда, в них еще попасть трудно. Это просто объективный факт. Теперь самое интересное. Глаза у них теперь не только светятся по ночам, как вы видите. Четко светятся, как лампочки. Ну, знаешь, это не тот свет, который дает освещение вокруг, а форсфорицирующий свет. То есть, он как бы виден издалека, что там что-то светится. Но по факту освещение он не дает. Это довольно занятная вещь. Более того, у них всех есть две текстуры на каждый глаз. Это большая редкость. Обычно такие приколы есть только у эндерменов. То есть, у обычных монстров, если мы сейчас возьмем с вами зомби-жителя, у него оба глаза, а это абсолютно одна и та же текстура, если присмотреться с точностью до точки. У этих чудиков абсолютно разные глаза. Что самое интересное, глаза почему-то напоминают хромаке, или мне одному кажется. Да, глаза у них разные. Самое интересное, глаза у них такие же, как у эндерменов. Изначально были, то есть, у эндерменов были зеленые глаза, потом эндерменов стали фиолетовые глаза. Сейчас у них зеленые глаза, у этих фиолетовые глазки. Обалдеть можно. Что самое интересное, эти создания не могут быть полностью невидимыми. У них все равно сохраняется видимость глаз. А теперь представьте себе комнату, в которую запихнули много фантомов, сделали их невидимыми, и такие невидимые глаза везде бегают. Это просто... Давай, давай, давай. Сейчас попробуем. Так, это что у меня, невидимость? Нет, это зеленочное видение. Погнали. Более страшных созданий выдумать сложно. Вообще, у них очень специфическая атака. Секунду. Сейчас мы их всех в невидимых превратим. Классно, обалденно. Окей, теперь смотри фокус. А теперь показываю, как профессионально отбивать их атаку. Атакуют они довольно своеобразно. Летают вокруг, лениво, а потом начинают на тебя пикировать обычно. Вот так вот, видишь? Пошел, пошел. Давай, красавчик. Я здесь. Он не хочет почему-то. Он слишком гордый для этого. Окей. Вот. Если в этот момент, когда он пикирует вниз на тебя, его ударить, как видите, они отлетают вверх, прямо как вертикальный вверх, как свеча. Вот таким образом можно избивать их атаки и успешно от них отбиваться. То есть, нужно поймать нужный момент. Вот, видишь? В этот момент его нужно бить, когда он достигает меня в пике. В идеале, конечно, лучше, если эта тварь будет одна или две, потому что бьют они сильно, несмотря на то, что на мне алмазная броня. Сейчас у современных уже фантомов, начиная с версии 1.13, выпадает не что иное, как на быстоящие мембраны. Эти мембраны чрезвычайно ценная вещь, едва ли не самая ценная, которая есть в Майнкрафте. Знаете почему? У них есть два применения. Давайте мы себе дадим мембрану побольше. Первое применение это починка элитры. Как ни странно, причем починку можно сделать исключительно в наковальне. Показываю. Есть элитра. Когда с этих самых созданий выпадала кожа, чинилась элитра с помощью кожи. Так, давайте вот что. Сейчас эти штуки исчезнут. Да, гаят они не хуже зомби, это конечно красиво выглядит. Раз, 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 раз. И поэтому из них по-моему ничего не выпадает, да? Иди ко мне. Окей, не, ребят, когда они сгорают, из них ничего в ушеньке не выпадает. Печаль. Ну а если кто забыл, у элитры падает прочность просто пока вы летаете. И она достаточно невысокая, поэтому первым делом, конечно, пожелательно элитру накладывать какую-нибудь там неломаемость. Или что-нибудь вроде того. Надолго ее таким образом не хватит. Забавно. Ладно. Спускаемся ниже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нифига себе, сколько вас тут гаящих. После этого, смотри, мы берем элитру. И запихиваем сюда, и используем метро, мембрану. Кабу, мы ее починили. Докольно. Самое интересное, что в верстаке, как обычные виды оружия и брони, она не чинится Вообще, из него можно из этих мембран воить занятное зелье Для начала нам понадобится, конечно, Незервард, чтобы сделать обыкновенное, странное или неловкое зелье В разных периодах оно звучит по-разному После чего мы используем эту самую мембрану, как обычно И строим какой-нибудь высокий столб Это забавно На выходе мы с вами получаем зелье медленного падения Самое интересное, работа довольно забавно Смотри, на мне нет никаких элитров Все по-честному Выпиваем зелье И теперь я буду вот так лететь Самое интересное, что в принципе, давайте мы попробуем Но с ракетами это работать не должно То есть, если я медленно падаю таким макаром Понятное дело, что я в креативке летаю, но все равно Давайте тогда в выживание пойдем Пробуем еще раз Давай Не работает наша ракета, но это, конечно, обалдеть может С очень большой высоты, можно упасть и не разбиться Так что, ребятки, ловите фантомов Не спите по ночам в Майнкрафте, чтобы они появлялись Будет вам счастье Давайте еще, если вы хотите продолжение, напишите в комментариях продолжение И обязательно напишите, что именно мы будем с вами смотреть в следующий раз Я хочу делать это все про Майнкрафт 1.13 Какие-нибудь хитрые секреты, факты и тайны Ага, угу Так что, если что, пишите Не забывайте подписываться на канал Покликайте по ссылочке в описании Там много всякого интересного А еще у нас бывают лампы и стримы О них обычные оповещения я вешаю за несколько часов до того, как Так что, вот так вот Что можно увидеть на главной странице канала И также в оповещениях Так что, не забывайте нажать на колокольчик Вот, также в описании под видео Там есть плейлист с другими фактами, секретами О которых вы, конечно же, не знаете Ну как, 99% нубов не знают об этом или что-то типа того Поехали